Как закончится война? Что будет с Россией и с Путиным? Об этом прямо сейчас поговорим с политтехнологом Алексеем Голобудским. Сейчас мы понимаем, что во многом поддержка россиянами вот этой захватнической войны, она происходит из-за настроения реваншизма внутри российского общества. Реваншизм в Германии после Первой мировой войны, он был понятен. Да, вот некое унижение, какие-то там предатели и так далее. Я понял вопрос, я просто не согласен, не совсем согласен. Последнее, я постоянно, я историк по образованию, я постоянно читаю немецких историков, не все так просто с германским. И поэтому сейчас легко провести параллели с российским реваншизмом, он даже, скажем так, советский реваншизм. Ну да, вот какие тогда, на ваш взгляд, есть эти параллели? Почему возникли российские реваншизм? Унижение тут играет значение, но тут еще как бы унижение испытывали огромное количество народов в процессе каких-то там войн. Все равно, но это не приводило к тому, что вот после чего-то время приходило к власти какие-то, ну типа Гитлера или Путина, да, и начинались в случае Гитлера мировая война, в случае Путина еще неизвестно, что начнется, оказывается. Это параллель главный, чтобы не впадать нам в исторические детали, о том, что немцы считали, так было удачно все сделано, опять-таки не буду деталей рассказывать, что немцы не считали на тот момент виновными поражение военных. Они считали, и вообще есть, так сказать, мирные договоренности, которые привели к там контрибуциям, ко всему остальному, это типа, это заслуга в этих, господи, как это будет по-русски, вы поняли, да, в скобках, это заслуга именно политических деятелей, не военных, да, и то же самое, можно легко, параллельно, какая там главная катастрофа 20 века для Путина, да, это распад Советского Союза. И кто, это же не было поражение в войне, никто же не поменял, армия самая, это постоянная, армия была самой мощной, оставалась самой мощной, и сейчас, как бы, там самая мощная армия, да, что это все политики, демократы, там, вот это все, да, вот с американской, американские деньги развалили Советский Союз, и потом вот унижение, то есть есть тут параллели определенные, потому что нельзя сказать, в случае России нельзя сказать, что, как бы, это поражение, полученное, там, огромными жертвами человечества, да, это изменение социального, социального порядка, скажем так, социально-экономического порядка жизни огромного количества россиян. Что-то самое парадоксальное, что и власть имущая, и вся элита российская, и все эти крикуны, которые там выступают, они, 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 они есть главные бенефициары распада Советского Союза, потому что понятно, что если бы не было в Советского, в Распаде Советского Союза этот подполковник КГБ в Дрездене доживал бы сейчас на пенсии где-нибудь в какой-нибудь Таракане, в какой-нибудь отделе КГБ, или вообще просто был бы на пенсии, получал бы неплохую пенсию, наверное, да, но на этом бы карьера Путина бы и закончилась, что вообще-то он ничем не выделял, серая моль, которая, как бы, таких было тысячи, десятки тысяч гибистов, которые, говорится, служили в разных частях, в том числе и за границей. Поэтому реваншизм – это наложенный на представление русского народа, или российского, ну, русского народа в этом случае, который идет еще с Российской империи, но он искусственный, потому что у русского народа вообще жители России очень прерваны вот эти, потому что советского народа максимально постаралась делать чисто физически практически, да, просто, ну, уничтожена просто, уничтожена связь между Российской империей, допустим, с нынешним российским обществом, она существует только вот в таком абсолютно, абсолютно таком пошлом варианте, там есть Николай II, есть там царь, цари разные, да, когда было когда-то, там фильм какие-то, Михалков, вот такого, то есть на самом примитивном уровне нету, не практически прерваны все любые связи поколенческие, да, между ними, ну, уничтожено просто было. И поэтому оно привело такую изощренную форму, когда люди, ну, я просто, как и с тобой говорю, когда я в России был много раз, ну, это то же самое в Украине, кстати, встречается, когда люди рассказывают, я там потомок такого-то княжеского, я просто знаю цифры, сколько было уничтожено просто представители элиты, скажем так, да, Российской империи, прекрасно понимают, что это невозможно в принципе. Но люди хотят в это верить, они не могут никак доказать, уж это невозможно доказать, это неправда, да, но люди хотят в это верить, что вот он не с какого-то крестьянского рода, который, ну, вообще там 90% населения Российской империи на момент революции, а что именно из княжеского рода или еще с Дерафьев там или так далее. И вот это все вместе, вот эта советская ностальгия или вообще выдуманная, высосанная из умершей империи, которая умирает уже сто лет, реально умирает сто лет, она не может просто умереть, ей не дали. Большевики ей не дали умереть естественным путем, а превратили в такое зомби, которое только по форме, она же территория практически повторяет Российской империи, да, Советский Союз повторял, более того, даже немножко более расширился за счет социалистического лагеря. И вот это все и создало вот этот эффект нынешнего российского обывателя, да. Это закомплексованный, обиженный. В принципе, для того, чтобы понять, что такое российский обыватель, это достаточно просто послушать иногда, убрать там шелуху у Путина псевдоисторическую, послушать его претензии. Вот это и есть, он шикарно чувствует свой народ, он играет на этом в 20 лет, это и есть, мы великие. Да, это же не сборище северокорейцев, да, просто под страхом смерти. И это не Сталинский Советский Союз, где просто люди боялись, что сказать. Можно говорить, он говорит об этом. Да, мы знаем, что мы беднее, чем Запад, да, мы слабее, чем Запад, да, но мы зато спим, как говорится, соответственно, Библии, не с друг с дружкой, там, не по-попловому. То есть, ну, грубо говоря, да, вот это постоянное, родитель номер один, родитель номер два, там, какие-парады и так далее. Вот это и есть. Есть вот это вот, скажем так, ограниченное представление о современном мире. При этом же российское общество остается европейским, да, это же не мусульманское, это не китайское, не азиатское, это европейское. Они готовы принимать все, все, что касается материальной культуры, вообще все, но отвергают все то, что несет свободу, грубо говоря, да, там, все, от феминизма до, вот, вот, и получается реальный парадокс. Они не понимают главного, что без развития технологий, то есть без развития общественных отношений, без свободы, без конкуренции, без всего того, что дает либеральная демократия, вот это все, что они любят, от айфона до интернета, просто априори невозможно. Это рождает одно другое, да, и они вступают в такое противоречие серьезнейшее, поэтому мы смеемся со стороны, а на Западе действительно не могут понять просто, ну, как вы, вот, ну, вот вы там рассказываете про, придумайте что-то, а в чем же ничего придумать, если вы такие высокодуховные, да, а у вас все, что вы можете сказать, это история столетней давности, которую победили во Второй мировой войне, которую вы не одни победили, и все ваше достоинство заключается в том, что вы положили просто в 10 раз, в 20 раз больше, чем ваши союзники положили, да, и поэтому вы, вас должны все жалеть, и все остальное, но если брать конкретно по результату, ну, вот эта обида постоянно, да, звучит у Путина, у всех у них, да, что Америка считает себя победителем, а кого считать победителем, кто стал великой державой после Второй мировой, кто создал, перевел на себя, грубо говоря, всю экономику планеты, ну, долларовую сделал, да, да, ну кто, ну, не Советский же Союз, как бы, да, но это Америка, реально, если объективно быть, вот по результату, не по тому, сколько памятников поставили победителям, не то, сколько убило на этой войне, да, не то, сколько там, не знаю, еще, а вот кто реально победил, и понятно совершенно, что если быть реалистом, победил, не Великобритания, которая проспалась как империя, да, не Советский Союз, который за одной, не за одной, как был лагером, так и остался лагером, как говорится, да, а Соединенные Штаты Америки, которые вышли намного более могущественнее, намного более влиятельной страной. Или что-то самое парадоксальное, Германия, что тоже очень сложно понять, это я проживаю там в Германии, сталкиваюсь с местными, ну, бывшими, то есть не бывшими, репатриантами из Совка, это тоже это все, как можно, живя на пособие немецкое, пользуясь всем тем, что дает Германию, во-первых, ненавидеть Германию, смотреть Россию каждый 9 мая нажираться и петь День Победы со слезами на глазах. Вот, вот, это образ, просто раньше немцы считали, что это такая, как бы, плата за за ту войну, как бы, они вынуждены там утираться, что и в них плюют, а сейчас они начинают понимать, что это проблема серьезнейшая, потому что преступление, да, это страшное преступление, нацизма и все остальное, ну, нельзя третье или четвертое поколение унижать уже после того, как, ну, уже сын за отца не отвечает, да, по всем канонам, скажем так, а уж правнук, почему должен отвечать за преступление своего прапрапрадеда, да, или прадеда там, да, ну, это уже совсем, как бы, ну, ни в какие ворота не влазит. И вот это что и формирует, формирует русский современного человека. Как решить эту проблему, на ваш взгляд? Ну, я, я, честно говоря, методы 20-го века середины решения таких проблем, они не, они просто сейчас, ну, не смогут, их невозможно реализовать. Кажется, та же либеральная, общественная, демократическая, которая против корректуры настроена российские обыватели, российская пропаганда, первые же закричат, что нельзя так поступать с русскими, они, как говорится, имеют те же права, они любкие. Ну, мы видим это все, вот эта дилемма хороший, плохой русский и все остальное, да. Поэтому тут я вот только что послушал Ходорковского, которого, ну, да, он так, как-то русский националист, как говорится, в определенной степени дошевинистом, имперец такой определенный. Ну, а просто немножко другая психология. Ну, тут я с ним согласен, что только поражение Путина, поражение в войне, разгром, распад даже, ну, это уже я добавляю, он не хочет распада России, да, и попытка, возможно, это уникальная попытка создать заново Россию федерацией, как говорится, создать новую Российскую Федерацию на новых абсолютно условиях, как-то, да, потому что, ну, действительно, это парадокс, как это история, это география, парадокс России заключается в том, что с такими размерами страна не может быть демократичной, ну, просто не может быть, да, ее заново надо перезаложить, то есть, грубо говоря, у Путина что-то случится, еще придет Навальный, там, еще кто-то, и если ничего не поменять изначально, вообще, как говорится, в процессе устройства России, Россия опять станет авторитарным государством, по-другому, такой территория с такими разными интересами, народами, география и так далее, невозможно управлять, то есть, это должна быть уникальная такая сборка, если вообще, если вообще это имеет какой-либо смысл, или распад на разные государства, а дальше это, то есть, первый этап, это денуклеизация Российской Федерации, да, это должно быть, это должно быть началом нового мирового, нового мирового правопорядка, скажем так, да, то есть, это вообще перезапуск, потому что вся система, построенная после Второй Мировой Войны, она просто сейчас на глазах рушится, если уже не разрушена, полностью, да, бессмысленно, когда член Совета Безопасности с правом ВЕТа сам нападает на страны и сам же витирует любые возможности хоть как-то на это повлиять, ну, то есть, все превращается в бессмысленность абсолютно, все правила уничтожены, все разрушено и, опять-таки, гипотетически, я не говорю, что так произойдет, но гипотетически поражение России, не буквально захват ее, поражение просто России и осознание это всеми, и в том числе россиянами и даст возможность заново, так сказать, перезапустить эту систему правопорядка, правопорядка, чтобы и остальные страны, которые обладают объединенным потенциалом и всем остальным, чтобы и для них создать какие-то механизмы мировые для того, чтобы вот больше вот такой, ну, мы же понимаем, все, что сейчас происходит, все, и вообще все, что позволяет себе Путин все эти годы, исключительно из-за наличия ядерного оружия, исключительно, вот представим себе ситуацию аналогичную, не было бы ядерного оружия, России был бы уже конец, просто, уже никто бы ни на что не смотрел бы, да, уже просто плюнули бы, уже в ее разделе, в ее уничтожении принимали бы все соседние государства, да, ну, это логично совершенно, страна-агрессор, которая ведет себя, ну, но и более того, я уверен, что ничего такого не было, потому что, ну, не было бы такой смелости, скажем так, потому что за Путиным не стоит, если там за нацизмом была определенная идеология, и реваншизм был все-таки практически, ну, скажем так, практическим, да, были территории, которые были отвергнуты от Германии, от Германской империи, да, от того рейха после Первой мировой войны, то есть было, тут-то ничего нету такого, грубо говоря, да, Россия, самая огромная страна планеты, еще и неразвитая страна, да, с самой неразвитой инфраструктурой, как говорится, на квадратный метр, живи себе, развивайся, поэтому, поэтому проблемы реваншизма решаются через, через поражение, осознание, и в любом случае это не это поколение, которое сейчас живет, это, к сожалению, это, это, как говорят специалисты, социологи, я много про это прочитал, после Второй мировой войны, только в конце 60-х, 70-х, уже поколение, выросшее после войны, начало осознавать, что сделали их отцы, и реально какое-то искреннее покаяние началось, а до этого это было, ну, от того, что это все американская пропаганда, танцлагеря, да, чуть ли не сами они создали декорации в Голливуде, когда, до того, что, ну, обычное, да, мы все верили, все, все, так сказать, были подвержены этому обаянию Гитлера, мы все были обмануты, и так далее, то есть, никто не хочет винить себя, как говорится, да, что ты там, ну, точно так же, как и, понятно, в России сейчас самая, самая серьезная проблема с мобилизацией, со всем тем, что происходит, потому что никто, причинно-следственные не видят, так сказать, связь с причинно-следственной, да, то есть, все видят только вот результ своего, когда касается, он сразу же начинает, что же вы меня трогаете, да, а то, что ты 20 лет до этого практически содействовал тому, что в конце концов и к тебе пришли, ты это пока не связываешь, вот, когда они начнут связывать, возможно, в процессе этой войны, возможно, в процессе там полного, возможно, еще что-то произойдет, вот тогда и начнется вот какое-то осознание того, что национальная идея русского человека, это не нести духовность соседним людям, это не какая-то уникальность, да, лишняя хромосома или все что угодно, да, это как у всех других нормальных народов в 21 веке, это, как говорится, процветать, развиваться и стараться, так сказать, ну, какая задача стоит перед глобалистами, да, создать такие условия, при котором все-таки мы, у нашей цивилизации остаются шансы ну, более-менее просуществовать на этой планете какое-то еще время, да, и этим же болен Байден был до всего этого и вот вся эта вот весь этот 19 век, который предложил Путин, да, это же реально это просто потеря огромного количества времени, которого, допустим, того же Байдена просто нет, физиологически, да, то есть все те вещи, которые он хотел сниматься с первого года своего, своего правления, он вынужден отложить, потому что есть вот такие вот моменты, хотя опять-таки ну, это уже другая тема. Ну, вот вы говорите, что возможно изменение, изменение сознания россиян произойдет даже не в этом поколении, кто знает, но многие российские оппозиционные политики, с которыми мне удалось общаться, практически одними и теми самыми словами говорят, что будущее России возможно в случае покаяния российского общества, это сложный, тяжелый процесс, болезненный, но необходимый, при каких условиях это возможно, на ваш взгляд? Ну, это какая-то национальная катастрофа, понятное дело, по-другому это не произойдет, абсолютно, тут без вариантов, тут без вариантов, да, это, я не говорю, что это единственный выход, скажем так, покаяния, потому что мы смотрим на немцев, немцы особенный народ, есть, допустим, такой народ, как японцы, да, вот американцы не так додавливали, как немцы, да, ну, наверное, чувство, чувство вины у них за Нагасаки и Хиросимы было, как бы, да, поэтому, вот это, когда принял Макарту решение все-таки не республику создавать, а оставить, как бы, императора и так далее, да, так же, компромисс со старым тем милитаризированным обществом, которое, как бы, существовало до, ну, вот, с сороковых, тридцатых годов, да, и японцев нету такого, что они прямо там, они посещают этот храм, забыл название, да, где все эти герои, как бы, у них нету, что в Германии представится невозможно, хотя, кто там больше преступлений наделал, а учитывая, какое количество, допустим, тех же китайцев уничтожили, уничтожили японцы, да, то там еще, еще можно сказать, что японцы-то покруче в этом плане, покинуть цыдили, как сейчас говорят, да, то есть есть, ну, при этом же не сказать, что Япония какая-то недоразвитая, это развитая, демократическая в пределах тех условий, скажем, страна, как бы, и все остальное, то есть есть разные способы, поэтому, поэтому я же говорю, у Японии отобрали, допустим, армию, да, практически, и это их превратило за десятилетия в такую нацию, которую мы видим сейчас, поэтому не обязательно, что надо унизить как-то русских, ну, настолько вот прямо, да, там, тыкать их лицом, там, в Бучу, и в Ильпене, и все остальное, возить их туда массово, как американцы возили немцев в Освенцем, и в, даже не в Освенцем, на территории Германии, да, и показывали горы трупов, там, и все остальное, и показывали документальные фильмы на кинотеатрах, заставляли просто ходить немцев, да, возможно, и без этого обойтись, но в любом случае, вот то, что я скажу, темилитаризация России во всех смыслах этого слова, это первое, первейшее условие, иначе это, это проблема, которая будет только, у России достаточно, потенциала и демографического, и экономического, и ресурсного, для того, чтобы не решили эту проблему через полгода, год-два, чтобы эта проблема не возникла опять через лет пять, допустим. А как убедить россиян, что покаяние это не унижение, что это все-таки разные вещи? Ну, давайте так, мы так рассуждаем, как будто уже война закончилась, победа и все остальное. Пока война не закончилась, и неизвестно, чем она закончится, абсолютно. Еще раз говорю, Россия, страна очень большая, богатая, и, к сожалению, в истории она показывала примеры, когда, ну, реально, через, 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 не могу, так сказать, да, закидывая трупами, там, немцев, французов, там, как только, так сказать, да, да, это единственное, что это для России, для Советского Союза, это была, там, освободительная война, это колониальная война, да, это особенно все колониальные войны, она так иначе проигрывала, все это, понятно, в нашу пользу играет, как бы, все эти факторы, но, все это вопрос умозрительный будущего, потому что, ну, я не верю, это, это десятилетие, как бы, потому что сначала поражение, потом процесс упорядочивания, как бы, да, всей этой ситуации, это нужно, чтобы совпало огромное количество интересов, все упало интересов только Украины, Европы, интересы Китая, Индии, Америки, Европы, да, осознание того, что, и для этого мы, к сожалению, должны будем, цивилизация должна будет на чуть-чуть заглянуть в бездну, то есть, постоять на краю пропасти, по-другому, к сожалению, не вижу, то есть, это или применение тактического ядерного оружия, или, или же попытка его применения, или что-то в этом роде, то есть, пока цивилизация, человеческий, не заглянет в бездну имея возможность разными способами превратить Россию в обычную нормальную страну, ну, не нормальную, но страну без ядерного оружия, да, как, было возможно, да, это был маленький такой период, с 91-го, где-то по 94-й год, но он был, его просто профукали, просто профукали, в этот раз, я надеюсь, это не произойдет. Если говорить о сегодняшнем дне, как, на ваш взгляд, Россия идет по пути самоизоляции? У нас постоянно пример Северной Кореи, там говорят, да, ну, тут скорее Ирана, больше. Иран, вот я хотел их сравнить, понимаете, Северная Корея создала такой режим, это почти 80 лет назад, да, он уникальный, то есть, повторить нельзя. А Иран, ну, во-первых, я много читаю, во-вторых, у меня знакомые есть иранцы, в-третьих, у меня люди, которые там жили и ездили, это нам кажется, что он изолированный, да, это, ну, то есть, он изолированный, понятное дело, но, ну, это не тоталитарная секта, как в этом, в Северной Корее, конечно. Люди, люди, вот сейчас нынешние протесты, это вот именно до поколения, которые, ну, вообще не живет в этом всем мире, они в интернете, они пьют алкоголь, они курят наркотики, они, не знаю, там, снимают порно, и все, все то, что зашел в смертный аккаунт, как вы знаете, да, это другое совершенно люди, то есть, что в Северной Корее нельзя представить, потому что в принципе наглухо закрытое вообще, как бы, да, и с Ираном так не получается, и не могло получиться в принципе, по многим причинам, так же самое с Россией не получится, ну, просто не получится, ну, невозможно такие размеры, Советский Союз, это, это идеологическое государство, которое надорвалось именно создание того, чтобы наглухо закрываться всего мира, как говорится, да, и то, эта система просуществовала, если так буквально сказать, это с 29-го года, так по-нормальному, до 55-го года, вот, грубо говоря, да, вот сколько это, 25 лет, все, все, со смертью Сталина, там, еще пару лет, все, эта система уже не могла существовать, вот так вот, как закрытая полностью, да, она должна была открыть, ну, невозможно просуществовать в современном мире плотно закрытая, то есть это, это, вот Северная Корея, это пример единственный, это исключение из правил, да, и Советский Союз так, открывался, 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 выхода не было просто, потому что ты понаделывался, там, 100 танков на душу населения, как говорится, да, ты же их не продаешь, они же стоят где-то в закровах, как говорится, а дальше надо же существовать, надо как-то двигаться, и то же самое будет с Россией, я же не говорю про то, что Россия рядом стоит с экономикой, Советского Союза, как в позитивную, так и в негативную сторону, негативную, потому что, понятно, создать плановую экономику, подобную Сталинской, это просто невозможно, просто невозможно, ну, это просто, ну, невозможно, да, но то, что в России рыночная экономика, это и позволяет ей вот так вот лавировать в этих кризисах, санкциях, это более-менее, если бы это была плановая экономика, то оно все уже закончилось, грубо говоря, да, или там государственный сектор уже был 90%, а не 70%, грубо говоря, или 60%, а эта экономика позволяет, по крайней мере, на данном этапе, немножко выруливать, немножко существовать, что дальше Путин будет делать, ну, пока он, я так понимаю, что его, по поводу всего, вот этих всех вопросов, потому что это связано и с реваншизмом, и с перестань, сколько может подсуществовать Путин, пока все-таки его надежда по всем действиям, на то, что он все-таки сможет уломать Запад, на какие-то компромиссы, не на те, которые он хочет, понятное дело, ну, но хоть на какие-то компромиссы уломать Запад, то есть прагматичный такой подход у него, и сколько это может продлиться еще, до конца года, полгода, может даже год, как бы, да, а вот когда окончатель, ну, или же будет компромисс, и передышка, и заморозка, и тогда все наши вопросы это переносятся на пять лет, там, вперед, как говорится, да, и проблемы эти не решаются вообще при Офе, даже к ним подходят, только ухудшаются эти проблемы, или же Запад не идет, Украина не идет, ни на какие уступки, и тогда, ну, вот что делает Путин, тут уже, тут уже, как говорится, кто его знает. Спасибо большое за комментарий, всего хорошего дня. Вам также, до свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok